Крымский мост, трасса Таврида, новые школы, детские сады, объекты инфраструктуры и многое другое. Как ты считаешь, важно ли этой теме уделять больше внимания, чтобы развивать наших строителей? Ты знаешь, я уверена на 100%, что это важная тема, и ей нужно уделять как можно больше внимания. Именно с этой целью мы сейчас отправимся к нашему гостю, который сегодня в студии. А у нас в студии Наталья Цопа, заведующая кафедрой технологии, организации и управления строительством. Доктор наук, профессор Академии архитектуры строительства Крымского федерального университета. Доброе утро. Доброе утро. Вот вы скажите в двух словах, потом продолжим дальше. Нужно ли развивать наших профессионалов, подготавливать их серьезнее? Насколько это важно? Это безусловно очень важно, особенно на фоне последней пятилетки, когда мы с вами вошли в Российскую Федерацию. Мы видим, насколько активизировалось строительство. Безусловно, без наших квалифицированных специалистов сегодня ни один объект невозможно ни возвести, ни ввести в эксплуатацию. Поэтому, конечно, это первоочередная задача. И об этом президент наш говорит, что специалисты технических специальностей, они очень востребованы сегодня. С чего же начинать тогда? С чего начинать? Знаете, начинать, наверное, надо с агитации, с подготовки наших школьников, безусловно. То есть для нас сегодня самая первостепенная задача, чтобы ребята шли к нам по собственному желанию, чтобы горели глаза, чтобы хотели они чему-то новому научиться. То есть вот мы сейчас очень активно работаем в плане агитации, привлечения ребят, таких достаточно высокоэффицированных. А насколько удачно? Ну, вы знаете, вот до меня выступал наш руководитель Сергей Иванович Федоркин, и он говорил о том, что в этом году у нас определенно есть провал, связанный с тем, что многие ребята не выбрали профильную математику, как вступительный экзамен. И вот это, конечно, такая причина того, что у нас есть небольшой недобор. Но, в принципе, мы сейчас работаем над этим, мы ходим в школу, агитируем и привлекаем наших потенциальных будущих студентов. Скажите, а вот с действующими студентами, как они? С энтузиазмом обучаются или нет? Или вот какая статистика? Ну, вы знаете, вот у нас кафедра занимается подготовкой профиля экспертизы управления недвижимостью, и у ребят есть возможность участвовать во всероссийских олимпиадах. Это их очень стимулирует. Мы ежегодно ездим в Ростов, где проходят олимпиады по нашему профилю, и в прошлом году мы с бакалаврами третье место заняли по России, да, уступили только... Это огромные результаты. Да, мы только москвичей вперед пропустили, московский строительный и хозяева Донской технической. В этом году мы поехали с магистрами той же специальности по управлению недвижимостью, уже заняли второе место. Отлично. Оттихонько продвигаемся. В принципе, я вам хочу сказать, что ребята заинтересованы, то есть им интересны эти результаты, им вручают грамоты, награды Министерства образования, то есть результаты есть. Скажите, вот хотелось бы узнать выпуск студентов, да, и можно ли говорить о том, сколько выпускников начинают работать по профилю? Многие ли уходят со специальности? Ну вот я буду говорить четко о своей специальности, экспертизе управления недвижимостью. В этом году у нас был в Российской Федерации первый выпуск, и большинство ребят сегодня работают по специальности. Кто-то работает в Государственном комитете строительной экспертизы. Ребята некоторые трудоустроены в Государственном комитете регистрации недвижимого имущества. У нас есть партнерство с этим комитетом, и они проходят практику технологическую, и уже работодатель их со второго курса узнает, то есть кто что из себя представляет. Многие работают в отделениях, в управлениях, отделах капитального строительства. Поэтому по статистике, вот когда ребята к нам приходят в магистратуру, процентов 90 уже трудоустроены, именно по специальности, по своей. Скажите, а с какими трудностями сталкиваются в обучении обычно студенты? Ну, вы знаете, обучение трудности, в принципе, основные, это все-таки материально-техническая база, но, к счастью, нам удалось преодолеть эту трудность благодаря программе развития федерального университета. Это у нас лаборатория интерактивного и мультимедийного обучения, мобильный компьютерный класс с программным обеспечением, линцензионным, естественно, это гранд смета, это Microsoft Project, это один с арендой управления недвижимостью. То есть с этой проблемой нам, в общем-то, удалось столкнуться, и мы справились. Но вопрос в том, что самое главное, это заинтересованность наших ребят в обучении, вот это вот нас интересует. Ну, мы повышаем с помощью конференций, олимпиад, как я уже говорила. Да, вот заинтересованность, а как повышаете еще, вот помимо агитации? Ну, помимо агитации, студенты за научную работу, за спортивную работу, за общественную работу могут участвовать в номинации на повышенную стипендию. Мотивация хорошая. Да, да, то есть смотрите, если обычная стипендия порядка двух тысяч, то за научную деятельность, то есть ребята публикуются в конференциях, участвуют, это ринц-публикации, ваковские статьи, и вот выбирают лучшего, и порядка уже семи тысяч стипендий, а можно получить семь тысяч за научную деятельность, за спортивную, за общественную, за отличную учебу. Посчитайте, сколько раз по семь, то есть мотивация есть, и у нас, когда мы начинаем изучать, кто как участвует в научной работе, очень многие с превеликим удовольствием. Вот у нас ежегодная конференция на кафедре проходит, инновационный путь развития строительства архитектуры, и ребята просто вот массово подают заявки на тезисы. Да, много участников на конференции, вот обычно сколько? Ну вот смотрите, кафедра мы уже третий год проводим, ну порядка где-то 80-100 человек у нас, и конференция у нас поддержана два года была подряд Российским фондом фундаментальных исследований, то есть мы под эгидой РФФИ проводим, вот в этом зале, да, и участники очень многие, да, к нам приезжают, и с Владивостока у нас были участники, из Москвы участники, но это студенты. То есть достаточно активно, то есть ребята участвуют в грантовой деятельности, также хотят все в будущем в магистратуру, в аспирантуру, по профилю. Связывать свою жизнь. Да, да. Ну конечно, раз уже пришли учиться, так будьте добры, доучитесь до конца, и будьте профессионалами, развивайте полуостров, Россию. Тем более у нас такие возможности есть, и бакалавриат, и магистратура, и аспирантура, все к услугам наших студентов. Да. Надаля Владимировна, время, к сожалению, подходит к концу, у нас буквально вот 40 секунд осталось, пару слов для, возможно, будущих студентов. Я хочу сказать, что, безусловно, мы приглашаем вас в нашу строительную академию, у нас очень много профилей, перспективная экспертиза управления недвижимостью, промышленно-гражданское строительство, теплогазоснабжение, вентиляция, водоотведение, водоснабжение, производство строительной конструкции материалов. У нас оборудованы лаборатории, благодаря программе развития Федерального университета, программное обеспечение, различные установки лабораторные, поэтому здесь вас ждет и хорошее обучение, и достаточно высокий уровень преподавательской активности, ну и, конечно, у нас есть общежитие и развлекательная жизнь, различные конкурсы. Это для развития, но я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нас в гостях была Наталья Отцопа, заведующая кафедрой технологии, организации управления строительством, доктор наук, Академия архитектуры и строительства.